Очень-очень сложно отдыхать столько дней. Давайте не будем облаковывать. С нетерпением ждем встречи с нашим любимым зрителем. Новости из Москвы обнаряживаются. Да. Все ждем, ждем. Надеемся в лучшее. Артисты Таганрогского театра за время самоизоляции не утратили чувство юмора. И это уже большой плюс. Это они, люди творчества, сегодня, пожалуй, с полным правом могут назвать себя самыми пострадавшими от пандемии коронавирусной инфекции. Так уж получается, но именно театры будут открыты на самом последнем этапе снятия ограничительных мер. У столичных театров уже забрежил свет в конце туннеля, их обещают открыть с 1 августа. Перспективы театров в Ростовской области пока неизвестны, но артисты хотя бы смогли вернуться к репетициям. Как живет труп от Таганрогского театра сегодня? Чем дышит? Чем нуждается? С этими непростыми вопросами в гости к служителям мельпомены пришли заместитель главы администрации Таганрога Ирина Голубева и начальник управления культуры Елена Шелухина. Перед серьезным разговором гостям показали отрывок из спектакля «Небесный тихоход», премьера которого должна была состояться еще весной. Ирина Голубева и Елена Шелухина отметили, что несмотря на 102-дневную самоизоляцию, артисты Таганрогского театра находятся в прекрасной профессиональной форме. А затем они проследовали в кабинет директора театра, чтобы там поднять серьезные вопросы, которые волнуют как руководство театра, так и руководство города. Как театр работал в условиях пандемии? Какие были формы общения со зрителем? Мы вот сейчас увидели, что актерам сложно дался этот период, но все-таки театр же как-то работал в это время. Никакого секрета не открою, потому что единственная форма, которая могла быть в это время, это форма кто-то онлайн общения со зрителем. Форма немножко, скажем так, непривычная, не все сразу были к этому готовы, в общем-то. Ну поэтому как-то сложно было немного переключаться, потому что это связано и с техническими возможностями, потому что дома находится не у всех есть смартфоны нужные, не у всех есть компьютеры, не у всех есть такой интернет. Поэтому может быть поначалу какая-то, ну вообще все оказались в такой растерянности, когда это резко что-то нет. Но тем не менее, почему-то такое звучало, чтобы не потерять зрителя, хотя изначально я думал, ну на месяц мы уходим в отпуск, мы же там не работаем весь отпуск онлайн. Но тем не менее, вот эта потребность может быть, потому что резко произошло, потребность у артистов, что-то себя в другом качестве. Поэтому все переместилось туда в онлайн. Надо сказать, что начали мы, это как раз начало пандемии было связано с Днем театра, поэтому какие-то онлайн ролики и поздравления связаны с Днем театра. Потом все эти памятные события, которые были связаны с Днем Победы, все эти акции, которые организовывали Управление культуры, Поэзия до слез и Пушкинские дни, Пушкину посвященные. Потом целый большой влог мы делали, посвященный онлайн закрытию театрального сезона, чтобы вспомнить все, что было, тизер, парад, все эти события. Но потом на каком-то этапе, скажем так, не только мы, но и многие театры поняли, пришло такое осознание, что то, что мы делаем отчасти антитеатрально, а может в каком-то смысле даже антипрофессионально. Потому что пришло осознание, ничто не заменит театр здесь и сейчас. Это самое главное предназначение театра, эти тактильные ощущения, это вот это восприятие и ни один онлайн этого ничего не заменит. Потому что, как говорил Станиславский, это жизнь живого духа. Мы именно за этим ходим в церковь, мы именно за этим ходим в театр, чтобы получить вот этот род дух. Поэтому, может быть, на каком-то этапе от этого онлайн, скажем, театра, онлайн действия, все немножко устали, это было избыточное. Ну, тут как раз и пандемия закончилась. Вопрос. Сергей Ильич, ну и вы, и мы, и зрители, конечно, мы все ждем разрешения начать работу. В обычном режиме или в каком-то ограниченном режиме, пока это еще непонятно. Ну, тем не менее, вот мы с вами знаем, что многие театры Москвы уже ориентируются на дату 1 августа. Скажите, как театр готов встретить зрителя в плане безопасности? Просчитаны ли какие-то дополнительные затраты, которые потребуются вам на то, чтобы обеспечить безопасность зрителя? С 1 августа Московским театром разрешили играть с заполняемостью зала 50%. То есть, такой рассадкой. Надо сказать, что ни один театр Московский 1 августа не начнет работать. Они все сказали, что в лучшем случае они начнут в сентябре работать, поскольку театры не готовы к тому, чтобы начать. Потому что, ну, в репертуаре 28 спектаклей, если даже день на один спектакль, то на 28 дней, чтобы войти, ну, готовыми после такого длительного перерыва. Я уже молчу о музыкальных театрах, где бактерия формы, там, и прочее прочее. Тем не менее, Роспотребнадзора в августе только будут направлены, разработаны подробные рекомендации, которые надо. Ну, мы просчитывали из того, что сейчас, те требования, которые сейчас есть, ну, для того, чтобы обеспечить безопасность, потребуется где-то примерно 470 тысяч. Это до конца года? Да, до конца года до конца года. Да, по таким, потому что это облучатели, дезинфекторы, все, что надо сказать просто, почему-то, как разом, часть мы приобрели, когда только это начиналось. Вот у нас и в зрительном зале, там, можно обратить внимание, там они висят прям, у нас есть передвижные, часть закупленная. У нас, помимо основного здания, еще касса, там тоже надо ставить дезинфекторы и прочие облучатели, то есть, как бы, два помещения. И здесь у нас два входа, поэтому такие суммы, это минимальные. Ну, я поняла, что это пока, да? Да, пока, если что-то еще, то будут еще и дополнительные какие-то затраты. Понятно, что сегодня у учреждений культуры, практически у всех, есть выпадающие доходы. Я знаю общую цифру по городу, она превышает на сегодняшний день 29 миллионов. Думаю, что определенная часть из этой цифры, она на вас легла. Да. И мысли по восстановлению, как будем выходить, какие предложения? Как можно сказать, у нас выпадающие доходы в 4,5 миллиона, например. И если так говорить, они, эта сумма будет нарастать. Да. Потому что, вы же знаете, что детские мероприятия запрещены до 21 года, это значит сказки, детские спектакли, где не будут. Детские спектакли, а их 10, да? Да, 10 препертуалей. Это каждое воскресенье считают детские спектакли. Плюс там, когда каникулы целевые и больше. Плюс это старшеклассники, это значительный пласт, который посещали вечерние спектакли. Это все равно, как бы, доходы все равно выпадают. Неизвестно, какая будет рассадка. Если сохранится, скажем, в нашем регионе 50%, или вот эта шахматная рассадка, мы считали, это примерно 120 человек на спектакли. После выплаты авторских и прочего, мы будем иметь доходы 15-20 тысяч со спектакля всего. Ну, Ирина Валерьевна, какие могут быть мысли, как мы можем заработать деньги? Да. Мы можем заработать только спектаклями, а пока что нам еще их и играть нельзя. Понимаете? Вот, когда начнем, мы довольно-таки, понимаете, мы просуществовали это время, потому что мы очень хорошо работали до вот этих всех событий. И у нас создалась хоть небольшая такая подушка из собственных средств, которая позволила нам просуществовать все это время. Мы не обращались, скажем, за помощью. Оплата квартир, поддержка зданий. И то, массу чего мы смогли сделать, пока это было. Но каких-то иных путей для государственных учреждений, скажем так, в государственном секторе нет. Потому что была такая тема, возникало заседание Совета по культуре, было о том, чтобы можно было взять кредит. Выступал Кущев, в том числе, и говорил, что... Да, кредит по 2%, да? Да, да, да. Что они обращались в банки, естественно, ему, значит, скрутили дули, ну, по одной простой причине. Потому что мы государственные учреждения. Речь о кредитах идет о поддержке не государственного сектора. Понятно. Потому что если они не сократят, то есть, ну, поддержка безработицы и прочее, если они полгода на уровне 90% сотрудников, то государство за них оплатит. Для государственных учреждений, естественно, ну, это... Эта форма поддержки не подходит, да? Да, да. Единственное, это можно взять кредит, если там администрация выступит поручителем на создание спектакля, да? Ну, это как обыкновенный потребительский кредит, наверное, под 16%. Понятно. Если мы не отдадим, то вы будете отдавать. Ну, это... это я просто в шутку говорю. Добавлю, да, в отношении спектакля. Действительно, вот вы сейчас видели один отрывочек из спектакля «Небесный тихоход», который еще зрители не видели. И мы понимаем, что нам по выходе надо действительно зарабатывать деньги, потому что выпадающие доходы – это главная проблема на сегодня. Администрация это знает. И одним из путей решения, или первым, да, мы выбрали следующее. Каждый год у нас проходит театральный фестиваль, вы знаете, на родине Чехова. Он традиционно проходит в сентябре. В этом году по понятным причинам проведен не будет, а в смету театра мы закладываем ежегодно бюджетные деньги. Вот принято решение оставить в театре часть этих денег, миллион сто, на постановку трех спектаклей до конца года. Театр, когда существует в год, мы выпускаем четыре вечерних спектакля, да, и один детский. Понятно, мы оказались сейчас в такой ситуации, чтобы заработать деньги, нужны деньги. Без этого никак. Создание спектакля – дело затратное. И вот здесь очень хорошо, что, как Елена Борисовна говорит, если нам выделят этот миллион сто, это позволит хотя бы в текущем сезоне быть с премьерами. Если мы не поставим пример, весь сезон, вот как я говорил, доход 15 тысяч, нам, чтобы набрать полтора миллиона на спектакль, мы это будем, не знаю, весь год работать. Это вот одним из спектаклей, на который пойдут деньги, мы ведем сейчас переговоры, мы хотим приступить в октябре, это спектакль по пьесе Алешина «Тогда все видели». Второе название – «Дон Джоан». Мы хотим сделать такой спектакль, карнавал испанский, красочный. Только не надо говорить, что это первое время тюмой, но такой красочный, испанский, с баяльниц, с проходами, невест в этих карнавальных костюмах. Если говорить про эту пьесу, он называется «Дон Джоан». Но «Дон Джоан» – это женщина. Это история, как всегда, про любовь, про те слухи, которые идут. Что такое «Дон Джоан»? Это значит какой-то любовник. И если мы говорим, что вы знаете, кто был, это был «Дон Джоан». И все сразу женщины, сразу туда, как и идут. Это должен быть такой красивый, яркий, красочный спектакль, который, я думаю, в начале декабря, к Новому году будет. Остальные какие-то спектакли, это в процессе находятся у нас, переговоры. Потому что есть еще, вот мы вступаем, есть еще определенные сложности, которые всегда в труппе, это связано с уходом одних актеров, приходом других. И поэтому у нас масса, скажем, вводов, у нас, ну, часть артистов ушло, все будут по семейным обстоятельствам, кто-то замуж выходит, кто-то уехал, покинули. И у нас так оказалось пять человек. А это пять, в общем-то, вводов, довольно-таки серьезных спектаклей. Это отнимает просто очень много времени. Это просто сейчас у нас до сентября все время будет занято тем, чтобы весь свой репертуар привести в порядок, чтобы можно было рассчитывать, если все будет складываться очень хорошо, тот день города, небесным тихоходом, вот этим пресловутым, открыть театральный сезон. Субтитры создавал DimaTorzok